Выборы депутатов Ивановской области по единому избирательному округу и 13 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и действительными. На итоговом заседании избиркома озвучены окончательные результаты подсчетов. 8 сентября проголосовали 267 тысяч 35 избирателей. И это чуть больше 31% от тех, кто имел право на волеизъявление. В день голосования 8 сентября, а также в период после дня голосования до данной минуты, обращений о нарушении избирательных прав граждан в избирательную комиссию Ивановской области не поступали. Все вопросы, поставленные в телефонных обращениях в избирательную комиссию Ивановской области в день голосования, немедленно разрешались дежурным членам комиссии с правом решающего голоса. По единому областному округу результаты следующие. 5-процентный барьер преодолели три партии. У Единой России 55,77% голосов, и это 10 мест в парламенте. У коммунистов 14,57%, и это 2 места в Думе. У ЛДПР 6,99% голосов и 1 место в Думе. Остальные 17 партий не сумели преодолеть 5-процентного барьера. Методика распределения мест в Думе непроста. Например, как выяснилось, одним мандатом пожертвовала Единая Россия в пользу либерал-демократов. Исходя из того количества избирателей, которое отдало голоса за Единую Россию, по идее у нее получалось 11 мандатов, но поскольку партия преодолела 5-процентный барьер ЛДПР, этот мандат ушел именно ЛДПР. Также область выбирала депутатов-одномандатников. Из 13 округов по 12 прошли единороссы. В округе, где свою кандидатуру снял Телман Ферроян, выиграл представитель партии «Пенсионер за справедливость». Его также поддержала Единая Россия. Среди 13 депутатов, избранных по Единому областному округу, много известных политиков. И не только Ивановских. Велика вероятность того, что они от места в парламенте откажутся в пользу своих коллег. От Ивановского областного отделения политической партии, коммунистической партии Российской Федерации, избранных депутатами Клеонов Владимир Витальевич и Нациевский Сергей Олегович. Таким образом, областная дума 6-го созыва будет представлена 26 депутатами. А вот будут ли Михаил Минь и Владимир Жириновский сидеть на соседних креслах, станет ясно совсем скоро. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.